Добрый день, уважаемые телезрители. В эфире канала 16, передача «Актуальное интервью». И у нас в гостях депутат городской думы Алексей Львович Подсизерцев, депутат по округу номер 28. Алексей, ты мой сосед, я тебя приветствую. Здравствуй. Добрый день, Петр. Добрый день, уважаемые зрители. Подсизерцев Алексей Львович родился в городе Арзамас-16. В 2001 году окончил Ижевский государственный технический университет. В настоящее время ведущий инженер-исследователь Института лазерно-физических исследований, депутат Саровской городской думы. Алексей, поговорим о депутатской деятельности и на округе, и в городской думе. И в связи с этим первый вопрос, ты первый созыв в городской думе. Да, да. Я первый созыв в городской думе. Но работа наша складывается как бы в двух направлениях. Это основная деятельность, это работа в думе. И немаловажная часть, это работа, конечно, с избирателями на округе. Вопрос такой, вот, ну как новичок в составе, да. А какие отношения между депутатами, как вообще атмосфера, как работает в коллективе нынешнего созыва седьмого? Ну, отношения в коллективе, мне кажется, сложились очень хорошие, теплые, доброжелательные, дружелюбные. То есть, каких-то явных там контр-отношений я не вижу между коллегами. Всегда можно с кем-то поговорить, обсудить тот или иной вопрос. Поэтому ситуация в думе, мне кажется, очень благоприятная для работы. Именно сейчас? Да, именно в этом созыве, да. Давай, наверное, начнем больше с округа, потому что общение с избирателями, да, с их проблемами, с теми задачами, которые стоят на округе, они всегда более близки непосредственно депутату. Вот с чем ты столкнулся в избирательной кампании и какие сейчас проблемы, наиболее остро стоящие на 28 округе? Ну, округ расположен в старой части города, ну, а старая часть города – это извечные две проблемы – это освещение и парковка. С освещением, я считаю, что вся старая часть города, да, она в критичном состоянии. Возьмем даже центральную улицу города Ленина, где освещение даже пешеходных переходов желает, да, оставляет желать лучшего, да. Ну, и парковочные места, транспорта в городе очень много. Как бы, и поэтому вот это основные две главных поли, скажем так, да, которые есть у меня на округе. Ну, вот на тему улицы Ленина там разрабатывается, насколько мне известно, департаментом городского хозяйства отдельная программа, да, по именно уличному освещению. А что касается дворов, тут какая работа ведется? Ну, вспомним про программу ППМИ, да, вам решать. Про поддержку местных институтов. Да, вам решать. В этом году на округе мы хотели, участвовали, да, с инициативной группой по адресу Ленина 21. Хотели провести, ну, значит, проект, подразумевающий благоустройство дворовой территории и установку освещения дворовой территории. Вот, но... Насколько большой проект был? Ну, по деньгам, да? По деньгам, это порядка 4 миллионов рублей. Ну, это серьезная заявка. Да, то есть там полностью реконструкция была двора и освещение, которое планировали. Ситуация с голосованием все-таки и результаты, которые мы увидели после решения комиссии в Нижнем Новгороде, ну, нас не обрадовали, скажем так. То есть нам отказали в этом? Ну, не отказали, может быть, в чем-то и наша недоработка была. Все-таки как-то активнее надо было привлекать избирателей и поддержать наш проект. Вообще, насколько люди активно вот вовлечены сейчас у нас в городе вот в эту программу вам решать и насколько активно голосуют? То есть есть какой-то вот опыт здесь статистический? Я считаю, такая программа не для нашего города. Надо как-то, считаю, в корне менять эту систему в городе. Тяжело. Отношение людей, что мы здесь ничего не должны, это вы нам должны. Ну, то есть даже зайти на сайт, там поставить галочку в нужном месте. Неважно даже, если там твой проект, не твой, там на твоем округе или в соседнем дворе. Много людей пожилого возраста, которым тяжело, да, заходить через портал госуслуги и голосовать как-то. Да, была альтернатива звонков по телефону, но там, по-моему, в течение первых трех недель телефон молчал. То есть люди пытались дозвониться, это было нереально сделать. А когда появилась какая-то альтернатива еще звонков, там, да, ну, что-то, может быть, мы успели еще захватить по времени звонками. Сколько всего проголосовало у тебя за этот проект? По-моему, где 230 человек. Ну, это не совсем небольшая сумма. Да, это мало. Хотя работа велась и по соседним домам, и то есть были привлечены все. Есть ли тайные механизмы реализации таких проектов вообще? То есть город предлагает что-то в качестве альтернативы? Ну, мы предложили городу разработать адресную программу, но мы пока не видим никакого ответа. То есть когда они вот эти вот 17 миллионов равномерно размазаны по всем округам, а... Я скажу для примера, да, что деньги этого года, 22-го, пусть не обижаются другие на меня избиратели, но я был вынужден потратить на освещение именно Ленин-21. Ну, то есть вот этот проект... Дворной территории, да, все свои деньги этого года я заложил, с учетом того, что еще проект в прошлом году был сделан на деньги. Ну, да, за деньги. Да, да. И то этих денег, да, администрация как-то пошла навстречу, сказала, мы добавим. Ну, на самом деле у меня тоже такая же проблема, да, тоже был реализован проект, но он не такой большой, как у тебя, там не 4 миллиона, но в этом году тоже вот пришлось на этот весь двор, по сути, оставить только на освещение. Ну, и действительно, это большая проблема. Еще насчет вот парковок, но ведь город, по идее, не обязан парковочным местом владельцу автомобиля. Ну, я согласен с тобой, да, даже вот на Ленин-21, когда мы разрабатывали проект, житель, я предлагал расширить парковочные места во дворе, жители были категорически против этого. То есть у них вот желание оставить зеленый, когда насаждение через газон. Ну, и мое личное мнение, конечно, за счет дворовых территорий это не решение проблемы. То есть надо, не знаю, как-то... За счет улиц как-то, вот не знаю, Куйбышево, там вот есть парковочное место около КБО, ну, может быть, есть смысл и продлить туда пятерочки за счет газона. Ну, никак не за счет дворов. Но, опять же, это не вопрос компетенции депутата, потому что уличная сеть, она исключительно введение департамента. Да, городской хозяйственной муниципликет, да. С чем обращаются жители? Вообще ведешь личные приемы или там звонки? Вот с какими проблемами вот так в прошлом году сталкивался, с чем обращались? В прошлом году мы, значит, было несколько обращений по поводу установки входных металлических дверей. Причем это было три или четыре адреса, просили помочь установить двери, но мы пошли другим путем. Я подсказал жителям, как можно это сделать, не тратив ни свои какие-то там, да, средства, ни средства жителей. Использовать общее домовое собрание, общее собрание собственников, на котором можно принимать различные решения, относящиеся к их общедомовому имуществу. Ну, а двери входные — это общее домовое имущество? Это общее домовое имущество, да. Поэтому на четырех адресах были проведены собрания, на которых жители приняли решение, помимо установки входных металлических дверей, установки замены пластиковых окон или почтовых ящиков. То есть, соответственно, они приняли решение? Они приняли решение, провели собрание, документы были отправлены в управляющую компанию, в МУП-центр ЖКХ. Часть уже этих решений реализована. По лине 17 были заменены полностью двери на домофонные. Шевченко 14, часть дверей привели. А насчет финансирования этих работ они за счет тарифа пойдут? Или они сверху этого добавили? Нет, они идут за счет тарифа. То есть, исключительно за счет тарифа? Да, да. То есть, какую-то экономию управляющая компания делает за счет этих средств. То есть, я правильно понимаю, что эти средства не остаются в прибыли управляющей компании, а в связи с этими решениями, принятыми собственниками на общем собрании, они будут потрачены в том числе на решение проблем дома. Да, да. Насколько сложно было провести собрание? Я просто знаю, что твоя основная стезя – это ЖКХ. Ты у себя в доме, где ты живешь, старший по дому. У тебя очень большой опыт именно общения с управляющими компанией, особенно с центром ЖКХ. Насколько сложно вообще проводить общие собрания? Ведь многие люди боятся браться за эту работу. Ну, когда я проводил, да, когда я стал председателем совета дома, тем более мой личный дом большой, 144 квартиры, да. Это тяжелая ситуация, не тяжелая, скажем, а сложная, да. Всех обойти, оповестить или собрать, объяснить, что мы, для чего мы и как, да. Ну, на округе у меня дома не очень большие, да, поэтому... И собственники оказались очень инициативными людьми. Вот первое собрание мы проводили, почти 50% собственников вышли. На очное? Да, на очное. Это был февраль месяц. Мы проводили его около дома, да. Невероятная история. То есть, да, все были за, но там такие чисто бумажные моменты, то есть... То есть, Шевченко-14 вот мы очень быстро провели, и Фрунзе-23, Лейна-17. Ну, все как-то заинтересованные жители оказались, что, узнав, что без дополнительных каких-то финансовых затрат своих, да. То есть, достаточно просто собраться, принять решение. Да, собраться, принять решение, да, проголосовать в бюллетене, да. Каждый собственник голосует своими квадратными метрами. Какой способ вот связаться с тобой наиболее сейчас? Понятно, что коронавирусное ограничение ограничено, возможность личного приема. Вот какой сейчас наиболее эффективный способ связи с тобой как депутатом? Ну, или на сайте Думы есть мои контакты, или контакты моих помощников, пожалуйста, там электронные почты, телефоны, всегда можно написать. Много обращений, кстати, было через сайт Думы, да. То есть, в принципе, в форме самой Думы есть форма обращения, там можно заполнить. Да, 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 в электронном виде, да, пожалуйста. Письма приходят сразу, наверное. Давай теперь, наверное, к работе в Думе. И на повестке дня сейчас стоит вопрос как раз тарифов за оказание услуг по содержанию жилья. И я знаю, что у тебя здесь большой опыт именно вот с точки зрения обоснования тарифов. Вот уже три года, наверное, этот тариф не поднимается. Пять уже лет, да? По-моему, с 2017 года. С 2017, да, точно, пять лет. С 2017 года уже мы откладываем это решение. Не откладываем, мы весомо аргументируем, скажем так. Мы просим администрацию, как бы, аргументированно нам донести, с чем связано очередное повышение тарифов. Не с обычным уровнем инфляции, да, а, ну, аргументированно, экономически обоснованные тарифы. Система в городе построена таким образом, что администрации, да, и депутаты принимают решения по определенным категориям видов домов, да. Лично мое мнение, это, ну, категорически неправильно. Да, они сгруппированы в определенные группы, будем говорить, там, с лифтом, без лифта, с мусоропроводом, с мусоропроводом и так далее. Вот, на мое личное мнение, это абсолютно неправильно. Не может абсолютно там, ну, скажем, новострой по улице Садовой, имеющий там пятиэтажный дом с мусоропроводом, обслуживаться за те же деньги, что дом в старом районе, скажем, да, с теми же категориями благоустройства. Дата постройки, да, срок эксплуатации уже совсем абсолютно разный. И затраты на содержание этих домов должны быть абсолютно разные. Посмотрев практику различных муниципалитетов, да, даже по городам зато, я вот увидел в одном из муниципалитетов в городе Лесном, что администрация предлагает депутатам адресно. Каждый дом. Каждый дом, да. С различными тарифами. Я считаю, что и администрации надо как-то немножечко пересмотреть позицию в отношении этого вопроса. Но ведь, слушай, по жилищному кодексу требования ведь есть, что управляющая компания сама может обратиться к собственникам жилья за установлением тарифа. Почему они это не делают? Ну, это колоссальная работа. Это колоссальная работа, но это работа, которую надо выполнять. Ну, опять же, вот люди у тебя собрались для того, чтобы решить вопрос с установкой дверей и окон, да, в подъезде их замены. Также давайте там вопрос тарифа туда же включим. Есть 290 постановлений о минимальной перечне работы услуг, да. Выходить, пусть управляющая компания выходит к собственникам и говорит, вот мы в этом году будем то-то-то-то делать, да, это стоит столько-то. А в следующем году, например, уже что-то не надо делать. Например, часть текущего ремонта была сделана там в 22-м году, а в 23-м ее уже не надо делать. И соответственно, тариф меняется. Да, и тариф меняется, цена другая. Или наоборот, тариф остается, но для того, чтобы покрыть все издержки, которые были там в предыдущем году. Конечно, это вопрос к управляющим компаниям. В данной ситуации очень удобно пользоваться тем тарифом, который установила администрация для собственников, не принятых, не принявших иного решения. Да. Они пользуются этой фразой. Собственники тоже не очень активны. Ну, во-первых, это вопрос очень такой сложный, да. Нелегко в нем сразу так разобраться и плавать аккуратно. Поэтому, конечно, управляющим компаниям надо более плотно работать с собственниками. Понятно, потому что проще переложить ответственность на городскую думу, там, лично на депутатов. И я уверен, что это произойдет именно так. То есть, как только это решение будет принято, то все шишки будут направлены в нашу сторону. Ну, сейчас создана ведь рабочая группа по этому вопросу. Я не знаю, ты вошел в нее? Да, конечно. Ну, вот мы на ней пообсуждаем эти вопросы. Как-то в дальнейшем вообще быть. Ну, то есть, если вы следите за нашими новостями, мы говорили, что этот вопрос был отложен. Было принято только одно из решений из трех предложенных, да, то есть то, которое касалось найма жилых помещений, которые фактически сумма найма равняется взносам, по-моему, за вывоз мусора или капремонт. Капремонт. Да, да, взносам за капремонт. Много ли на округе домов, где действительно есть старший по дому, активный совет или хоть один человек, который готов разбираться с этой проблематикой? Ну, есть на округе, да, дома, где советы очень, я считаю, хорошие, грамотные, у которых прямо разложены уже работы вплоть до 23-го года. Это Ленин-21, прекрасный совет. Сейчас выбрали вот Шевченко-14 ребят, очень молодые, активные. Фрунзе-23. Ну, везде есть как бы инициативные граждане, обращаются, вот, вот, помоги, как нам быть. Ну, в общем, есть на округе много. А как вообще вот проводится контроль за выполнением тех работ, которые вот запланированы там управляющей компанией? Потому что вот не все, ну, понятно, да, вот мы утвердили тариф, сформировали перечень работ, дальше как контролировать исполнение? Ведь кто-то же должен проверять, делается это или нет. Ну, вообще-то управляющая компания должна предоставлять отчет о выполненных работах, да. Отчет это в конце года? Нет, нет, по выполненным работам. Сделали работу, и собственники должны эти работы принять. То есть акт? Акт выполненных работ, конечно, и собственники его подписывают, ну, или председатель дома. Ну, ко мне, как председателю, ездят лично подписывать. Ну, в твоем доме. Ну, неважно, это должно быть везде так. Потому что председатель должен контролировать работу. Да, мы сделали там, покрасили подъезд, да, председатель идет, посмотрели, да, покрасили. Плохо или хорошо покрасили. Потом он уже подписывает так. Если, собственно, не устраивает выполненные работы, они его не подписывают. Соответственно, и работали должны быть переделаны, или... Или за это деньги не возьмут. Да, они не должны браться, да. А вот насчет отчетов ежегодных. Мы потому что обсуждали в стенах Думы о том, что на многих домах реализуется большая экономия. Вот здесь как понять собственникам? Есть у них перерасход или, наоборот, экономия в доме? Куда можно... Где можно эту информацию подчеркнуть? Ну, управляющие компании выкладывают или у себя на сайтах. Ну, МОП-центр ЖКХ это делает. Ну, их обязывает, мне кажется, жилищное законодательство. И на ГИС ЖКХ они обязаны выкладывать отчеты до 1 апреля следующего года. То есть, вот сейчас они готовят отчет за 21-й год, и там любой может открыть его, посмотреть, какие статьи... Посмотреть, да, там за все годы отчеты лежат. То есть, сейчас можно посмотреть отчет за 20-й год. И на что были потрачены ваши деньги? Да, да, какие работы, в каком объеме были проведены, сколько эти работы стоили, и там все, порядка 20 с лишним страниц на каждом доме. То есть, нужно иметь еще время? Ну, там вроде как бы так понятно, да. Ну, там обычно отчет как, ну, вся информация по дому, да, когда, что, как дом был построен, какое благоустройство там на нем и так далее. Дальше планы работы управляющей компании, которые они планировали на текущий год, а дальше уже раскладка по тем видам работ, которые были проведены на доме с их стоимостью. Немножко, может быть, философский в этом плане вопрос, да. Не получается ли так, что управляющая компания, именно центр ЖКХ работает как некое страховое общество, да, ну, условно говоря, что, да, есть хорошие дома, которые там с большим плюсом, да, такие новые дома, или, как бы, которым требуется меньше внимания. Но есть совершенно старые дома в, ну, например, улице, там, Гагарина, да, Пушкина, где двухэтажные, вот, да, с такими старой постройки сталинской еще, на которые требуется гораздо больше денег на их содержание, чем на, чем они собирают. Вот, вот, насколько справедливо вот такое отношение? Ну, тут, да, вопрос философский. Но, наверное, другого пути, я думаю, управляющей компании нет. Или загонять людей вот этих домов, которых ты назвал, да, на большой тариф, или как-то все-таки деньги полномерные, свои прибыли, может быть, да, где-то какая-то экономия есть на больших домах, как ты говоришь, да, в богатых домах, скажем так их назовем, чтобы как-то возмещать затраты на вот именно таких домах. Получается, несправедливо по отношению к жителям, как бы, больших домов, богатых, как бы, их деньги, которые могли бы быть потрачены на содержание их дома, да, вынуждено управляющей компании экономить, сделать из этого свою прибыль, и часть прибыли направлять на вот убытки, на невыгодных домах. Да, да, скорее всего, так и получается. И в этом плане казус этого решения, он как раз здесь, что мы берем вот эти, там, двухподъездные, двухэтажные, там, дома без лифтов, без мусоропроводов, ставим для них самый низкий тариф, он же ниже всех. Да, да. И создаем вот такой вот, ну, по сути, там, кассовый разрыв в каком-то смысле, да, потом для центра ЖКХ. Получается, что в старом доме жить дорого, ну, вот так, по-хорошему. Если ты правильно сказал насчет загонять высокий тариф, то есть в старом доме должен быть очень высокий тариф на содержание. Нет, ну, вопрос высокий, это тот вопрос тоже риторический. Насколько он должен быть высокий, и кто это оценит, правильно ли. Эксперты ли мы с тобой или администрация устанавливает такой тариф? Мы уже пытаемся год допроситься у администрации, да, разложить тариф, что, сколько стоит, как он посчитан, какими рекомендациями. Ну, да, вот есть минимальный перечень, там, сколько человек нужно обслуживать конкретно, сколько сантехника, сколько бухгалтера. Это методические рекомендации для расчета, это тарифа. И мы не эксперты в этом вопросе. Я думаю, в администрации нет экспертов в этом вопросе. Ну, если возникла такая ситуация, которая в течение пяти лет, ну, администрация хочет поднять, мы говорим, что, ну, считаем нецелесообразной, да, на каком-то своем личном опыте, там, да, рассчитанном, давайте пригласим экспертов. Я скажу больше, я проводил статистику по городам ЗАТО, по тарифам, статье содержания жилья. Вот Саров там впереди большой отрывом. Ближайший наш конкурент, это Заречный, с тарифом 26 рублей. Я говорю, по максимальный тариф, это дома с лифтом, с мусоропроводом. А если взять города северные, которые... У нас сейчас 36. Да, ну, 34-46. Но это без дымоудаления. Это вот Озерок, Заречный, 16-18 рублей тариф содержания жилья. И там тоже муниципальная или частная тоже по этому тарифу? Ну, это тариф, установленный муниципалитетом. А, ну, в принципе, такое же решение, как у нас. Такая же история, да. Города-то ни разу не старше и не младше наши. Да, абсолютно такие же. Двойка тариф. Позиция горожан здесь имеет значение? Конечно. Как вот можно ее выразить? Прийти в центр ЖКХ... И написать, прошу предоставить мне тариф на... Ну, 22-й год уже ушел, да? Прошу предоставить мне план работ и рассчитать их стоимость. На 23-й год по адресу такому-то... И начать работать со своими соседями. Ну, и соседями пусть начали. Понимаете, тариф устанавливается на общем собрании, как написано в жилищном законодательстве, с учетом предложений управляющей компании. То есть управляющая компания должна выйти к собственнику с предложением. Дальше собственники рассматривают это предложение. То есть вопрос первый, как инициировать, получается, эти предложения от управляющей компании? Потому что она, скорее всего, не инициирует. Ну, конечно, да. Скорее всего, да. То есть собрать инициативных собственников. И написать обращение в Центр ЖКХ, ну, или там в любую управляющую компанию. На которой управлять соответственно? Да, на которой, да, да, да. И вот, наверное, последний вопрос, тоже из сферы ЖКХ. Насколько целесообразно в какой-то момент принимать решение о смене управляющей компании? Ну, это был мой первый опыт, когда я первое собрание проводил. Оно было связано с переходом в другую управляющую компанию. Вот что движет людьми, в какой момент возможно принятие такого решения? Безысходность и плачевное состояние отсутствия какой-либо деятельности управляющей компании на доме. Люди у нас русские терпеливые, но когда-то терпение кончается. Или появляется очень инициативный собственник, который готов синициировать это, ну, хотя бы синициировать общее домовое собрание, чтобы рассмотреть этот вопрос на нем. Готовы ли люди вообще, или они достаточно серьезно терпеливые, или они готовы прям вот уже, хотя вот ругают Центр ЖКХ, говорят, что не справляются, плохо обслуживают, но там не моют, не чистят, подъезды там не красят. Ну, давай в процентном соотношении. Ты не знаешь, сколько домов у нас не в Центре ЖКХ? Немного. Ну, то есть, процентов 20. 70. Я думаю, процентов 20. Не в Центре ЖКХ, то есть 80, соответственно, в Центре ЖКХ. То есть, это дома, в которых люди приняли это решение, и они явно сейчас будут с особым рвением спрашивать с новой управляющей компанией. Конечно. И они готовы к тому, что... Нет, ну, и, наверное, когда люди хотя бы делают шаг к этому решению, да, о смене управляющей компании, наверное, они смотрят на работу другой управляющей компании, да? Это же не просто так пальцы в небо, давайте убежим куда-нибудь, лишь бы не здесь. Так ведь не бывает. Понятно, люди там видят, там, родственники живут в другом доме, которые обслуживают другую управляющую компанию, еще что-то. Они видят ту работу, которую ведет управляющая компания, и это, наверное, делает их ближе к ним. Алексей, спасибо за обстоятельный разговор. Я желаю тебе успехов в работе на округе, в Думе, в рабочей группе по тарифам. Мы там с тобой вместе, я уверен, придем к какому-то общему знаменателю вместе с администрацией муниципальной управляющей компании. Друзья, на этом у нас все. У нас в гостях был Алексей Подсизерцев, депутат по округу номер 28 городской думы. И мы с вами увидимся через неделю. Всего хорошего. Спасибо, до свидания.